Я считаю, что подобные указы являются не следствием только одной причины Украины. У России очень много геополитических интересов. Почему только надо смотреть вот в этом направлении. Я считаю, что очень правильно. Слишком много нам диктовали в 90-е годы, как надо сделать, как надо разоружиться, как надо раскрыться. А сами они ничего в этот момент такого не делали. Это были не зеркальные меры. Я считаю, что, например, США сверхзакрытая держава, Канада, мы вообще о ее существовании и особо-то не знаем. Президент не светится, политика Канады абсолютно непрозрачна, нам неизвестна. Поэтому Австралия, совершенно случайно недавно мы про ее политику узнали только потому, что там их премьер-министр что-то сказал в наш адрес, и то потом с Каалами фотографировался вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот. Поэтому Каалы, правильно я сказала? Медвежата, да. Вот. Поэтому как они закрываются, так и мы. Ну что же это мы? Это у нас душа на распашку, а все остальное надо держать все под секретностью. Потом, то, что касается потерь или не потерь, еще никто не знает, а может потерь-то никаких не будет. Ну пусть это будет в секрете. И вообще, как говорится, держи на уме, а не на языке. Это старинная русская пословица. Я считаю, что наше руководство очень сейчас правильно все делает. А те, кто требует каких-то там расшифровок, пусть занимаются своей работой и не лезут туда, куда не надо. Спасибо. Спасибо.